Привет, друзья! Вы на канале Лавка Лавкрафт, и сегодняшнее видео будет посвящено Стивену Кингу и его роману 11-22-63, который мы совместно с моими подписчиками в Телеграм-канале читали примерно полтора месяца, и всё это время там же и обсуждали его. В видео будет много спойлеров, поэтому если вы не читали, пожалуйста, подпишитесь на канал, и обязательно посмотрите позже, если вам понравится. Ну а если вы прочитали, welcome! Сегодня первое обсуждение Стивена Кинга и его романа 11-22-63. В принципе, мне пока что даже нравится, я удивлена, потому что я рассчитывала, что мне вообще нихера не понравится, ведь это а. Стивен Кинг после аварии, я так понимаю, и б. это тема, связанная с убийством Кеннеди и вот этой всей исторической мутнёй. Сейчас немножечко поподробнее об этом поделюсь, но удивительно, пока что меня всё устраивает. И герои, и происходящее, и слог, несмотря на то, что там встречается что-то вроде пердёж, и вот это всё, ладно, это всё связано со Стивеном Батьковичем, у него это до аварии было всё, как бы мы все знаем ту спешл-сцену в романе Оно. Поэтому всё ок. Первая часть называлась «Переломный момент». Мы знакомимся с нашим героем, это учитель английской литературы, который в разводе со своей женой, завязавшей алкоголичкой, и он неожиданно там получает какое-то послание, сообщение от человека, который держит бургерную небольшую, что «Ну, приди, надо поговорить», и он думает «Какого хера, я с ним не знаком почти, ну ладно, приду», и вот попадает в переплёт, потому что оказывается, что в подсобке у этого человека находится брешь во времени, и из 2000, не знаю какого, я так и не поняла, какой-то год, подскажите, если я что-то там не увидела, он попадает в 58-й, кажется так, да, в солнечный летний день 58-го. Всё прекрасно, пока что, значит, естественно, практически сразу завязка там оказывается на тему, что вот этот владелец закусочный, а там ещё такая тема, что там, сколько бы ты ни провёл в прошлом времени, в настоящем проходит 2 минуты, и наш владелец закусочный, он в какой-то момент захотел стать Господом Богом, спасти Джона Кеннеди, решить историческое какое-то событие, которое всё перевернёт в лучшую сторону в его понимании. Я, как любительница всяких конспирсити и так далее, я не люблю, ну вот эти вещи, типа с изменением каких-то исторических событий, которые такие поверхностные, знаете, убить Гитлера, когда он был ребёнком, или спасти Джона Кеннеди, или ещё какая-то херобора, как бы, понимаете, такие моменты, они не просто так происходят, тем более это убийство президента, которое произошло, по-моему, на параде было или на чём? Чё-то парад какой-то был, короче, он кучишь народу там, блядь, в общем, то есть показное что-то, как бы там в книге говорится, что было много конспирологических теорий, что Освальд это не сам сделал, ну, я придерживаюсь вот этой же точки, что, как бы, это просто чел был с рульём, там, с винтовкой, который сидел, а убийство произошло вообще с другой точки, кем-то другим, и невозможно, ну, как бы, надо было очень сильно прячься, чтобы изменить прошлое, вот такое, и всё равно бы это ничего не изменило, поскольку политика, которая придерживаются президенты Соединенных Штатов, да и не только, она всегда остаётся одной и той же, то есть, если вы заметите, неважно, кто сидит в кресле, президент, республиканец или демократ, там всегда одно и то же происходит, один раз только что-то отличалось, когда он был Трамп, но ему быстро выкатили импичмент, и вообще всеми, правда, неправильно пытаются его, ну, как бы, чтобы не участвовал в выборах, только что не сидел в кресле президент, то есть, как бы, остальное всё вершится, скорее всего, какими-то другими людьми, которые явно не у всех на виду, ну, по теперешней ситуации, да, Вин Байден, он вообще старый просто человек, дряхлый, который передум, которому нужно уже сидеть в доме престарелых, просто смотреть в окошко на зелёную листву, хотя, может, он этого и не заслужил, и пить таблетки, потому что человек явно вообще всё в последнем стадии с деменцией, вот, но политика, она всё равно вершится, видите, как бы ничего не поменялось, но я вот такую длинную тираду вам прочитала, возможно, в книжке книга будет и об этом, как раз автор нас к этому подведёт, что, мол, ну, понимаете, всё так, как должно быть, немножечко он на это намекает, когда Эл, который владелец закусочной, он рассказывает историю, что он хотел спасти девочку, которая получила инвалидность из-за охотника, который ничемно её подстрелил, и вот он её пытается спасти, и что-то ему мешает очень сильно, не хочет, чтобы прошлое было изменено, всё-таки он это делает, но эта девочка, как бы, мне кажется, не сильно повлияла на какую-то вот эту материю временную, то есть её жизнь в коляске и без коляски, она не сильно отличалась, ни на что, в принципе, не повлияла, поэтому что-то там дало ему это сделать, но вот когда он попытался сделать что-то более масштабное, он заболел раком, у меня такое чувство, что он ему и заболел, потому что что-то его этим наградило, чтобы он не смог этим заниматься, почему они вместе с Элом не пришли к этому умозаключению, мне непонятно, ну, возможно, у них так жопа горела, у этого героя горела жопа, что ему надо быстрее туда попасть, он быстро на это согласился, ну, в общем, жизнью он своей был не очень доволен, он отправляется в прошлое, но проверить сначала, проверить именно на семье уборщика, у которого погибли, ну, отец которого убил всю семью и покалечил вот самого уборщика, это, конечно, очень супертрагичная история, вот это сочинение, которое он читает, и мне тоже осталось очень жалко человека, я буквально видела, вот прям написано очень хорошо, чтобы был такой, знаете, такой предпраздничный хлынский день, что они собирались куда-то за конфетами, и вот пришел до Бухарик и всех молотком забил, ужасно читать было такое, и вот наш герой отправляется в прошлое, чтобы спасти, ну, чтобы изменить даже жизнь этого уборщика, и оставить его семью в живых. Стивен Кинг и вторая часть, которую мы с вами должны были прочитать, я вот прочитала, называется, она «Отец уборщика». Пока что роман для меня держится, но было пару вот моментов, которые мне действительно не понравились во второй части, прочитанные в первой, если в первой все было плюс-минус нормально, то вторая вот часть была, ну, были моменты, которые меня не вполне устроили. Первое — это легкая вещь, которая есть у Стивена Кинга, которая мне вообще не нравится, ну, в принципе, у американских писателей, но большая часть встречается она именно у Кинга, это бесконечное упоминание каких-то телезвезд, каких-то певцов, каких-то песен, каких-то вещей, которые я вообще в жизни не будь, что это, кто это. Он был похож на этого. Это было того... Короче, это вообще, как бы, какой-то именно часть культуры американской, которая мне вообще непонятна, и это мне ни о чем, блядь, не говорит. Но писатель, поскольку довольно мирового масштаба, он все равно упоминает постоянно этих знаменитостей, эти зельшоу, это херню, все. И как бы вот этой фигней страдает именно Кинг. Он упоминает это все. Текст занимает. И ни о чем мне не говорит. Вообще ноль. Я не буду гуглить, кто это, потому что это происходит практически на каждой странице. Если какого-то раза, наверное, во-первых, это меня начало раздражать, а во-вторых, я последствия начала это игнорировать. И как бы это часть какой-то графомании. Если это включено в какие-то моменты по чуть-чуть, то все ок. Но здесь их прям много. И это утомляет. Второй момент. Второй момент. Это пересечение с романом Оно. То есть действие. Действие происходит в Дерри, в том же городке, что и Оно. Знаете, по стечению каких-то обстоятельств, именно эти две книги есть на моих полках. Больше ничего из Кинга у меня нет. Оно и вот это. Я не против, когда автор упоминает сам себя, либо что-то происходящее в одной вселенной. Мне это даже нравится, как у Лавкрафта, как у Толкина, еще писателей, которые пишут все в одном мире, плюс-минус в одной вселенной. То есть там было вначале какое-то упоминание, что происходили в этом городке страшные убийства детей, и там клоун был замешан. Сразу понятно, о чем речь. И это даже приятненько. Ты такой думаешь, фу, это действительно мерзкий городок. Там вот такое происходило. Но потом автор именно симбиотировал эти две книжки, запихав туда встречу нашего героя с героями романа Оно, с мальчиком и девочкой. Девочки, я не помню, как звали, Бетси, там ее Белли наели. Вот, во-первых, вот эти он встречает, и они какие-то там кликухи погоняют. Белли наели, Ричи, Хуичи. Они какие-то погонялые дают. И он постоянно говорит, Белли наели, мы как будто на одной волне, они как будто сидели. И он узнает какой-то часть информации о семье, которая разыскивает о семье уборщика, именно от этих двух героев. Мне это не понравилось. Это можно было подать другим Макарам. И смотрелось бы это намного лучше, если бы эту информацию он узнал от других людей, других источников. И даже если бы он случайно встретил, допустим, одного из даннингов где-то на улице или возле школы. Но встреча с героями Оно, где автор говорит, как будто бы ничего не закончилось, как будто бы это... Он потом... Да, наш герой потом попадает в то место, где на школу он любил сидеть, из Оно. Как будто бы там таится зло. Оно будто бы вспало в спячку. Но мы знаем, оно может выбраться. Оно всех одурачило. Да, это так в романе Оно. Дети побеждают этого клоуна. Но спустя они с колен... Ну, в общем, всплывает, как говно из проруби. Мне не понравился этот момент. Он был такой топорный просто. Такой... Типа я, блядь, должна знать, наверное, потому что должна была прочитать этот другой роман. Или возбудиться и прочитать этот роман. Если бы я не знала об Оно, я вообще не поняла ни хера. Я подумала, что-то там сидит. А почему нам про это дальше никто ничего не расскажет, блядь? Просто... Нет. Просто нет. Это было плохо для меня. Он... Вот этот момент, где он учит их танцам... Все это графомань. Фу. Я прям такая... Вот так вот быстро прочитала. Но зато... Были и плюсы. Естественно, это напряженный момент. Именно как прошлое, оно мешало герою повлиять на события. Как он встречает этого мужчину и узнает, что Даннинг вот этот, сука эта ебучая, был виноват в смерти еще другой женщин и ребенка. Просто... Он просто мразот. Мне бы так захотел, чтобы герой добрался до него и уебашил бы его. Вот это написано очень прям... Хватает тебя за все, что можно схватить. И ты думаешь, давай, блядь, что ты сидишь, беги скорее, блядь, размажи ему голову чем-нибудь. К сожалению, так получилось, что один из детей все-таки погиб. И для меня это прямо трагично было. Действительно, трагичный момент. Я подумала, он не успел. Все равно этот пидор убил ребенка. И для меня это было прям... Ну, типа, как... Я видел некоторое дерьмо, как сама, сова из мемы. Я вот прям сидела и думала, ты не успел. И он говорит, следующий раз я сделаю все лучше. Но мы не знаем, блядь, что будет в следующий раз. Потому что все это заканчивается на том, что он еле-еле доползает до этой норы. И он не хочет туда заходить. Я думаю, хоть ты не хочешь туда заходить? Иди, ищи эту нору, ты, блядь, герой. Потому что молоко вкусное, там, в общем, раньше было лучше. Но все-таки он слышит вот этого Элла и он заходит по ступенькам и оказывается в 2011 году. На этом заканчивается вторая часть. Мне очень не терпится прочитать, как же все-таки эти события повлияли, что же произошло, как эффект бабочки, там, что, что случилось. Думаю, что-то такое произошло. Естественно, скорее всего, как-то в линию будет уборщика как-то еще раскрыто там дальше. Но вот впечатления такие, да, сильные. Вот у него Кинг бывают вот эти моменты какой-то агрессии, вот этих напряженки, он хорошо это все пишет. Хотя под купол был гаврюно и сейчас. И вот там было прям-прям там вся история была, как вот этот момент с этими детьми из Оно. Вымучено. Но здесь все-таки 80% пока что нормально. Держится для меня и сохраняет какую-то интересную триггну. Третье обсуждение Кинга. Мы должны были с вами, по крайней мере, я точно прочитала третью часть, которая называется, по-моему, «Жизнь в прошлом», если мне не изменяет память. «Живя в прошлом». Здесь у меня еще больше претензий, чем во второй части. Можно сказать, что мне вообще категорически не нравится то, что там происходит. Я очень надеюсь, что в дальнейшем ситуация изменится. Ну, иначе оценка романа для меня будет падать и падать. В общем, «Живя в прошлом», интересен был момент только его возвращения обратно в нору и спасения полностью семьи Даннингов, а не только там частично, как мы помним, что во второй части он спас, но один из членов семьи все равно погиб. Его убил вот этот мясник, его отец. Киров возвращается, понимая, что его деяния подействовали на будущее и, собственно, решает обратно вернуться. Но перед этим мы узнаем, что Эл, который как бы был его проводником, кончает жизнь самоубийством, и для того, чтобы наш герой долго не думал над спасением вообще всех и при всех, там, в первую очередь, конечно, Кеннеди, он, ну, в общем, рипается при помощи таблеток и говорит, что, типа, давай быстрее иди в нору, иначе вообще это мое заведение прикроет еще быстрее, чем ты думал. В общем-то, на этом моменте у меня уже как-то, ну, я думаю, ну, да, бывает он там, мало ли чего, человеку в голову пришло, но нашему герою как-то, как будто бы все равно. Типа, ну, мы вначале узнаем, что он не эмоциональный, но ему вообще похую, то есть, как бы, произошло, он идет в нору, ступает туда, никакой вообще рефлексии, каких-то мыслей, мне бы, допустим, было не конфликт, упорно, что человек, который больше знает об этих путешествиях, больше знает о прошлом, о жизни, только что отправился к праотцам, ничего тебе, кроме записок каких-то не оставил, никаких последних слов не сказал, просто, типа, пиздуй в нору, спасай Кеннеди. И мне бы было, наверное, стрёмно, но героя не стрёмно, ему как бы-то насрать, как будто бы, потому что у него вообще тяжелая депрессия, мы об этом не знаем. Он ступает туда, и дальше еще происходят пугающие события. Он находит человека, вот этого пьяницу, об этом пьяница Эл говорит, что вот, это странный человек, он как бы рядом с норой находится, поэтому он как будто бы подозревает, что что-то там происходит, у него мистер желтая карточка в шляпе должна торчать, и ему надо дать половину бакса, хотя он запросит один. Значит, Эл многократно посещал эту дырку, и каждый раз этот человек был жив, но только наш герой стал ее посещать. Второй раз его карточек стал не желтый, оранжевый, а на третий раз, когда он туда зашел, он находит труп этого человека, потому что тот тоже рипается посредством перерезания себе собственно горлом розочкой. И герой опять похуй, он просто такой, я, конечно, это, в общем, грустная хуйня, но я очень рад, что я опять в прошлом, здесь вкусный рудбир, и молоко, и продукты, и, в общем, у меня есть деньги, сейчас я куплю опять этот спорткар, и поеду, блядь, делать свои дела. Короче, я такая сижу, думаю, а где, собственно, какие-то мысли на этот счет, почему ты не подумала, что когда Эл туда триллиард раз ходил, ничего с этим мужиком не происходило, но стоило тебе туда два раза сходить, мужик уже мертвый, и твой Эл мертвый, мне бы, блин, пиздец, как страшно было, на самом деле, но герой такой, типа, да и ладно, все, поехал, я делать свои дела на своей машине с открытым верхом, я так счастлив, я так рад, почему, ладно, в общем, дальше он едет проворачивать свое дельце, в этот раз он не ждет момента, когда Данин зайдет в дом и начнет размахивать кувалдой, он выжидает момента, когда он идет на кладбище, и пиф-паф его из пистолета в пистолеты через подушку, там, глушитель местного разлива, прачит где-то труп в каком-то склепе, выигрывает деньги на ставки у местного еврея и съебывает из города, оставляя записку мужику, у которого сердечный приступ, который-то раз учился, типа, проверь сердечко, я знаю, что Данин был виноват в смерти твоей сестры и твоего племянника, так, давайте на этом моменте подробно остановимся, но меня это сметило очень сильно, потому что он провернул убийство гражданина, не просто какую-то конченую ублюдку, а Данин в городе был что-то вроде Светочка какой-то, все бабы его любили, он считался каким-то хорошим мужиком, который хорошо шутит, мы знаем, нам об этом Кинг сообщил, значит, его кто-то убил, и все. Это маленький город, в этот маленький город приехал один чужак, это наш герой, который там протусил, говоря, что он коммерческий какой-то там риэлтор или там коммерческая недвижимость, ему занимается, он ничем не занимался, даже не делал вид, что он занимается, выиграл деньги и свалил. И больше, короче, никаких вот, знаете, в газетах обозревательных знаков, что, блин, свалил из нашего города такой-то мужик, все, блядь, жители его обоздали просто, они бы сказали, вот так этот хрен выглядел, вот туда-то он поехал, у него была такая-то машина, он был первым подозреваемым, почему это так все тупо обыграно, почему Кинг не написал, что он подстроил несчастный случай, или что-то такое, блин, я не знаю, почему вот именно так, это очень тупо. Он, значит, сваливает, спас, и решает, блин, я же не спас ту девочку, которую там подстрелили на охоте, который тысячу раз спасал ТТЛ, надо тоже ее спасти. Он бы еще список сейчас составил, кого там убили в 58-м году, и всех бы, блин, подчередно спасал, тоже мне спасатель. В общем, он едет спасать, и он не пользуется методом Элла, когда типа его прихватило, он этого охотника, прихватило сердечный приступ, он этого охотника останавливает, и, собственно, вот этого подстрела не происходит. Тут придумаю какая-то тупая схема из разряда он где-то увидел, что этот охотник занял третье место по каким-то там колышкам, в игру в колышки, и решает к нему поехать, чтобы тот его научил играть в колышки за 200 баксов. Бля, 200 баксов, это сейчас нормальная такая сумма для Америки, и для Америки тоже, но тогда это было, ну, нормально, такие деньги, просто приходит к тебе хрен стучиться, и говорит, научи-ка меня играть, ну, я не знаю, что-нибудь тупое такое, даже не покер, не какой-то... Научи мне раскладывать пассиан с косынку, а я тебе за это дам 200 тысяч рублей. Ты подумал, наверное, это какой-то, блин, он вообще маньяк какой-то. Но это все, знаете, для чего было сделано? Для того, чтобы потом женщина, которая, жена этого охотника, она гиперрелигиозная бабца, она такая, я поняла, что вы спаситель, вы спасли моего мужа от чего-то, мое сердечко, оно прям поняло этот моментик там, мне какой-то там сон снился, вы ангел-хранитель, да! Но она все равно взялась деньги с ангела-хранителя, как бы, блин, 200 баксов лишними не бывает. Вот момент просто такой, такое ощущение, что Кинг, он переселился в героя своего, я сначала, когда начала читать, думаю, о, ну тут, блин, герой не писатель, он учитель, нихуя! Он все равно, блин, просто трансформируется резко в писателя, начинает две книги писать, машинку покупает, все, все, это Стивен Кинг, которого назвали Энджелом-хранителем, который такой добрый, такой, дальше начинается просто вообще скучнейшая скучнота, которую невыносимо, уныло было читать, ужасно просто, вот этот момент с Тейнбиком и его повестью о мышах и людях, который почему-то называется здесь романом, это повесть, он приезжает в Денвер, по-моему, Денвер там, где вот этот Ли Харви должен обитать, но Денвер город говно, ему не нравится, все злые, все плохие, все убийства, там наркотики, проститутку пырнули на его глазах, вообще, нечестивый, грязный город, ужасно, ужасно, он не знает, куда промыкаться, короче, чтобы снять квартиру, и такой, не буду здесь жить, буду жить каком-то опять мухосранске, там вот мне больше нравится, находит мухосранск свой, какой-то, там он устраивается на работу, учителем на полставке, ну, перманентно, начинает дружить с местной библиотекаршей, миз, мими, такая старуха, которая там ему, читает нотации, они уже за жезу разговаривают, вот он устраивается на работу, там все так классно, все так тихо, снимает себе домик, и как бы понимаешь, что ему ни денег не хватит, даже и до этого Ли Харви, если бы он не снимал пятикомнатный дом для одного человека, наверное, ему денег хватило, но видимо он любит играть и выигрывать, поэтому он едет и опять ставит какие-то бабки, и опять что-то выигрывать, хотя в прошлый раз это могло закончиться для него кончиной, ведь люди, которые принимают ставки, не любят проигрывать крупные суммы, и соответственно, типа они пытались его убить, но он еще раз там выигрывает, потому что якобы ему якобы не хватило бы денег, понимаете, он просто тупость над тупостью, тупостью погоняет, он сам себя называет глупыш, я глупыш, да, ты глупыш, ты просто вообще, блин, у меня слов нет, и свершается в конечном итоге встреча с его зазнобой, не то чтобы это какая-то приятная хрень, потому что я писал, она была высокая, там как будто она упала, и мягкая грудка оказалась, его ладошки, он понял, помню вот этот момент, ну это типично Стивен Кинг, мне вообще эта фигня неинтересна, как бы, и видимо у него будет какая-то любовь, дочитаю наконец до конца, они были на какой-то, а, там очень огромный пласт будет про вот там и шах, и людях, и про этот спектакль, который он ставил, он нашел подростка, который очень был талантлив, он с ним как психолог поговорил, мол, не бойся, бойся, все хорошо, они будут над тобой смеяться, ты просто талантливый, или все талантливы, короче, ставят они спектакль, все ваху, и как круто, как круто, аплодируют там, и все такие, вау, мистер там, не помню, как его зовут в книге Амберсон, или кто он там, вы настоящий талант, гений вообще, классный, чистой красоты, вы такой учитель от бога, великолепный, но вообще роскошный, еще книги пишите, просто вообще, муа, ну и в конце, в конце, Кинг вспоминает, ну хватит же бредоваться своим фантазин, своим мечтам, мечт, значит, он вспоминает, Клиффенгер, да-да-да-да-да-да-да-да-да-да, и он, значит, они идут на какой-то матч, и там все выкрикивают джимла, джимли, или джимла, короче, это какое-то сочетание вот этого имени, вот этого, короче, спортсмена из его школы, и то же самое, выкрикивают, этот пьяный алкаш которому нарыв встречается он это говорил бляха-муха что это значит градинки пота скатились по его затылку не только сейчас я скатились никогда это увидел труп мужика который вообще-то до этого ни разу не помирал только прийти я помер я не знаю так это было если первые две главы так с интересом читались быстренько вот это вот просто вот о да вы великолепно лучше на 7 я не знаю что дальше будет надеюсь что что-то бы хоть раскачается и не будет больше поглаживание сосцов глава называется среди генерал четвертое обсуждение что я могу сказать вам по итогу книга на полках у меня не останется и с кингом я завязываю она тоже продам то что все что с меня хватит этого кинга настолько это было не интересно все мне не вас искушено прям даже если будет какой-то финал который будет такой же динамичный как начало я все равно и не оставлю потому что это плохо написано совсем меня не цепануло то как описывала жизнь king нашего героя что там происходило какие-то вообще глупости происходили если честно вот эти отношения его с сейди все отвратительно начиная вот с сексуального их контакта которые просто я не знаю встречались ли мне еще более мерзкие описания секса вот этого она была девственницы у его долго не было женщины но он ее так за 100 удовлетворил простите за выражение что она там ах как сладко просто и мне даже это ужасное описание было наверное я уже как бы привыкшая к тому что допустим каких-то визуальных новеллах если героиня девственница она обязательно испытает оргазм в первый раз и может быть есть такие девственницы которые в первый раз испытывают удовлетворение удовольствия но это небольшой процент как бы но здесь как бы художественная книга на серьезных щах каких-то и я вот просто более чем уверена сто процентов что автор кинка он себя описывает просто так как он бы жил вот просто ностальгию по-прошлому и то как он бы жил в этом прекрасном прошлом нашел бы себе деваху вот такую вот ни разу не пользованную и как у меня сразу бы спрос просто проходки удовлетворил ну допустим допустим он ее там удовлетворил допустим ножка клитора у нее находится прямо рядом со входом да только вот они значит закончили она такая а когда будет продолжение у нее дефлорация произошла кровь на простынях то есть это как бы все равно там какой-то какое-то время до заживления должно произойти но она сразу требует добавки потому что такого коня на своей жизни еще не встречала дальше все их отношения его жизнь их отношения потом эти отношения расслабились между небы появилась швабра вот эта вся швабра самая такая кинг подумал какая метафора какая восхитительная метафора буду используется всегда потому что он не рассказывал ей о своем прошлом а то кто он о том кто он есть я знаете думаю люди строят семьи и женятся и порой не знает о том кто есть человек который свой живет но вот ей билете усараться захотелось и ладно ладно она такая вот тошная вот расскажи мне покажи мне что за швабра там все такое но там вот момент когда он то ли написал то ли что я уже как бы знаете очень быстро читала поняла что он распевал песню rolling stones и она была слегка пошла и тут она ему бы я такой скандал закатила что воде ты опять не услышал да это просто ужасно слова какие ты там применяешь никто не применяет то ты такой чего за общая фигня и такую гульну по радио слышал не я по радио такой короче вот просто в пустом месте мы учинила скандал потому что что захотелось наверно но дальше был еще круче дальше она еще и с собой решила покончить напивших таблет потому что разладилась между ними все не никогда и в жизни не встретиться на больше такой невероятный секс гигант мощная дубинка удовлетворитель удовлетворитель десерты десертов как наш герой поэтому такая все расчувствовать решила покончить собой и в этом моменте когда она там он и находит напившись таблеток напившись виски он ее там погружает ванну и сорочек облепляет ее грудь присаживать момент человеку плохо он все обливал все плохо ты находишь его при смерти погружает он ее значит ванну сорочка облепляет грудь и он такой я не мог смотреть на нее без похоти фу просто блять я считаю что кинг просто мечтает об отношениях каких-то таких где он похотливый самец который периодически пиздит свою жену потому что ему очень нравится описывать как герои бьют женщин и всякие вот такие вещи что удовлетворитель который пиздит свою жену которую кайс этого славливает я я потом дальше что-то она там там залечил какую-то что-то она усказала и он потому что она тупая или что такое или эгоистичная что такое он про него подумал и тоже моя средушка моя любовь я так люблю и да кому ты лечишь ты просто хочешь на самом деле удовлетворять женщин быть секс-гигантом еще и писать их и думать про не грязные вещи вот хочешь это ужасно написано это его любовная история она знаете чем она мне не нравится она диссонирует у меня очень сильно я чувствую блять фальшивку просто что вот между тем что он умеет писать и он прям пишет вот то что у него есть это там какие-то напряженные моменты какие-то моменты где герои срутся где кто-то кого-то убивает где происходит насилие у него это хорошо уходит потому что он знает о чем пишет этому людям нравится а когда он пытается побыть каким-то хорошим добрым парнем написать что-то доброе love story из страны или вонки у него получается хреново иногда там проскакивают типа желание выбрать женщину в отключке и то что он и обзывает потом он вспоминает что есть некое прошлое которому мешает и она хочет гармонии блять и поэтому бывшие этой сейди мистер швабра непременно должен прийти и увидев потому что ее блять имя совпадает с ими именем женой даннинга просто что хочу такое вот мешающее время такой избирательный представьте она ему мешает кого-то спасать мешает улечье какой-то там но в то же время она мне хера не мешает общаться с кучей людей трахаться с какой-то женщины из прошлого и вообще вести какую-то в прошлом жизни такой избирательного а вот здесь я тебе помешал а здесь ты мне нахер не срался пошел ты в жопу девочек хочешь вообще ставь свои пьесы живи своей жизнью по идее представьте он является инородным телом как бы в организме 1958 там так далее годов то есть он просто пришелец он вирус прошлое не просто бы мешало ему что-то сделать она пыталась бы убить она пыталась бы и ликвидировать потому что чтобы не дворел куни зачем он вспоминает рэй бредбери который 150 раз умнее его его эффект бабочки когда просто герой буквально живет общается есть сред в прошлом но она ему не мешает она мешала только моментах спасания естественно когда он повесил огромное ружье с тем что имя его зазнобы совпадает с именем вот этой женщины то естественно в конце должно выстрелить должен прийти полоумный бывший естественно просто это он ничего такие там по повновению не делаем тут он пришел и решил назвать героиню грязной шлюхой всякое разное бить ее там и наш герой опять там выступает роль спасатель плюс ко всему в это огромнейшей главе было описано прослушка ли харви освальд я не понимаю честно к чему ведет автор к тому что ли харви освальда наняли русские коммуняки чтобы он увил их дорожайшего президента и чем могу сказать после это я могу сказать что какая-то жалкая америка получается да что как русские не просто но наняли не знаю воспитали какого-то шпиона солдата который был подготовленный которые специальной миссии оба по убийству не просто взяли какой-то злупанца с психологическими проблемами как-то глоба и отправили убивать блять президента и получилась да ну потому что блин наверно вообще жалкая страна никакой охраны никакого там не знаю я что помимо от этой среди несчастной там сок было русофобии вот этой почему они называют страну россии когда все года это были совет и они до сих пор называют россию советами почему они называют россии как бы беларусь и россии это разное а советы это да это одно и там вместе похода походу сука походу сука походу сука это уныло я не знаю были чем-то должно конь не даже тут не очень интересует чем-то кончится что он там лет спасет он его не спасет он хорошо все захочется плохо закончится просто не исключая того что добрая часть этой книги это мусор русофобный жена ненавистнический и периодически автор прикидывается добрым хорошим что у меня это в добро умеет хорошие какие-то вещи писать нет не умеет не умеет блять не умеет я читал добро я читала семейное это вообще рядом не валялась он эти эмоции не испытывает ему впадают описать это как если бы я вздумал описать любовный роман между школьниками вот у меня бы также вышло 2263 собственно мы с героем и подобрались к самому вот этому предотвращению убийства кеннеди стало ли вообще что-то получше спойлер лично для меня ничего не стало лучше глава начинается с того чем закончилась предыдущая обсуждать события вот эти экшеновые с сэйди где ее очень не зарезал ее бывший и в итоге зарезал сам себя ну и и прочего чем среди у нас получила увечья лица и вроде как такой прям довольно ощутимый шрам на правой помыли на левой половине не точно не помню и начинать с этого момента истероидные страдания этой женщины да я наверное понимаю что есть такие люди есть такие герои есть и кнопщик бы которые страдают и страдают и страдают бесконечно так вот наша сэйди она к ним относится то есть она осталась жива он не отрезал он ки ноги ничего не отрезал на нее конечно есть шрам на лице который по ее мнению изуродовал ее красотень и поэтому она должна вот скрываться ото всех бросить работу жить с нелюбимой матерью которая весьма неприятная женщина наш герой конечно всячески утешает говорит нет ты прекрасно хотя один момент говорит о том что он тоже вообще ощущает ее безобразность и говорит вот когда я увидел я сразу хотела затоптать этого там ее бывшего как там все изуродовано то есть они не радуются тому что она жива осталась потому что там ничего такого не задета а у нее осталось зрение нет они страдают из-за этого из-за всего сэйди она буквально вообще просто психует постоянно она орет на него не смотри на меня когда я в таком виде я уродка ты меня бросишь потому что я уродка он конечно такой нет я тебя не брошу и в общем решает как ты эту ситуацию исправить значит пластические операции а это стоит денег а наш герой я не знаю как вот предыдущий л там эти деньги на строгал мы видим каким-то нормальным способом что наш герон про slow пока но в этом деле все не дока он как только ставить ставку ту же он его нахлобучивают блин прошлый раз и очень не убили в этот раз у него какие-то деньги он потратил на операцию там еще нужно опираться считаю что сейчас он закончил свое дело заберется иди там к себе в будущее там если в лазеру коррекцию всем будь шоколаде красивые неземные и естественно это все оборачивается трагедии потому что мне кажется вот в то время это не так как сейчас ставки эти делать сейчас наверно проще и мне кажется меньше шансов что от пиздит железными прутами вот там был больше шансов на фондовые биржи сыграть как-то узнать вот эти котировки всякие акции и там заработать денег он про это не думает потому что мы чё знаем наш герой сразу упиздавал в прошлое он только узнал что она есть сразу туда побежал денег ему дал l l тоже рипнулся ничем он только не рассказал тоже и спасай кеннеди и они все очень быстро завертелось очень быстро закрутилась и денег нет а ему нужно знаешь красоту возвращать своей благоверной которая постоянно истерит не меня это раздражало вот но потом мы подобрались вот к моменту когда герой узнаешь что не все конспирологические теории относительно того что кеннеди был убит нескими людьми это все ложь и вот ли харви он был один виноват и все случается в кульминации конечно там есть в момент когда герои избивают из заставки он теряет память потом с помощью записи сэйди там ему помогает все восстанавливается не вместе спешать на помощь президенту вот и отдельный кринж это сама вот это кульминационный момент когда при он спасает все-таки жизнь президенту но при этом убирать сэйди она умирает просто держи меня в глазах темнеет я просто слов нет как как будто бы кинг хотим высушиться думала что верхушка в белом доме будет читать его тупую книгу и такие о да умирая они не вспоминали какие-то нежные моменты не обнялись не поцеловались она спрашивает президент где президента перед до насрать вообще на президента момент вообще нет насрать вот так подарить очень патриотично очень нет нет там осталось еще фьють фьють где видим какая-то супер развязка вы где мы скажем что он дубоёб и эффект бабочки и кончено и вообще надела какой-то фигни я вообще не понимаю от этой цели чтобы кеннеди был жив чтобы он тип войну во вьетнаме предупредит предотвратил она уже шла американцы уже там участвовали не в таком количестве конечно и он почему-то считал что кеннеди спасет положение все тупо просто все у меня слов не так дорогие это последнее наше обсуждение уже финал наконец-то я не знаю на каких ящах до этого финала там оставалось сколько-то страницы я буквально все на последний день оставила потому что мне было не интересно чем закончится но все-таки я привоз не могла и решила долистать в общем что там значит было в конце в конце меня даже немножечко фокус мое внимание заострился значит на моменте когда значит наш герой встречает ну хранителя кроличьей норы того момента на чем закончилась до когда его берут под стражу начинают допрашивают а начинается это вся патриотическая хренатень про то что ему позвонил кеннеди ему позвонила джеки кеннеди все его благодарили все его там целовали в жопу там какой классный и молодец пас президента вообще герой периодически он там думал про свою сейди права качал когда пришел его ген фбр допрашивать что-то вроде я имею право знать что там и как и потому что там мою женщину убили поэтому я имею право в общем он как-то очень агрессивно качал свои права потому что его женщину убили он думаю что у него очень куча вообще прав что он много чего может умеет там магет но на самом деле все что здесь описано я скорее всего общение правоподобная хрень потому что но виду того что его застигли как бы врасплох да он убил олихар вез в но он там тоже был и как бы знал об этом все и его можно было подвести под статью что он был соучастником да там обсуждается этот момент что он мог быть соучастником но это как-то все быстро сливается это вся тему потому что он имеет право это все говорить потому что его женщина умерла поэтому он не может быть подозреваем в этом в этом всем приступе преступление и там очень быстро все это сливает момент с тем что вот его допрашивают вы допрашивать почему-то федералы там немножечко упоминается цру которая в то время и наверное сейчас каким-то было отдельным ведомством бесконтрольным каким-то просто который пугал вообще даже глав самого правительства царушника вроде как на него насрать было но он значит возвращается к этой норе потому что он хочет все вот это все обнулить слив то что сейди мертва ему нужно ее оживить и в общем то он думает сейчас я быстро загоняю вам вернусь обратно и у этой дырки значит он встречает человека очень похожего на того пьяницу который сам себя зарезал вот когда он туда зашел и этот пьяница начинает ему рассказывать охотительные истории про то что я там как то чтобы хранитель этой дыры там они какая-то организация которая призвана вести контроль над этими дырками это вроде не дырка это какой-то мыльный пузырёк а пузырёк какой-то образовавшийся случайно вот по миру есть эти пузырьки вот они как-то там эти следят за этими пузырьками но как-то хуёвый он следил этот предыдущий чел и это тоже не особо хорошо следил потому что очень много раз что л что наш герой нарушали это пространство и делали какую-то хрень в прошлом и этот человек он рассказывает что вот разные нити есть и каждый раз когда я заходил нити новые создавал вселенной как-то очень мешал мой предшественник как-то пытался его предупредить хотя да я тут согласна с главным героем предшественник как не особо пытался предупредить ни того ни другого он просто просил денег на выпивку у меня вот вопрос так какая-то организация такая в стиле какая-нибудь такая хреновая организация хреновая организация есть к этому почта россии к примеру доктор но сейчас она еще получше работать вот хреново организованная такая где твою посылку выкинули и здесь также они какую-то поставили чем на эту дырку и такие ой пересечении она все равно происходит все равно что то там ткань вселенной меняется ничего не происходит ну наверно и хер с ним не будем вообще никого больше то посылать пусть пусть так будет ну и в конце когда уже наш герой натворил просто какой-то сране спас президента спас еще кого-то хотя мне кажется будет такая организация она наверно как-то пыталась бы его поймать и рассказать ему чё вообще будет происходить если он продолжать будет том же духе и обезвредить его вернуть обратно но ничего этого не происходило по факту это чему сказал иди посмотри что ты наделал и возвращайся обнуляй потому что ну хрень какая понимаешь почему сам этот человек из этой организации не мог это сделать если он говорит я человек там не путем человеком он не человек он какой-то там пришель с альфа-центавры там не знаю из других измерений он не может обнулить может только человек но он говорит мы люди мы подвержены там вот этим психическим влиянием для это поля ну почему сам не нулил херп херп они не знаю вот и вот этот наш герой он заходит к себе и все мы видим вообще разруху полный капс дейшн случилась ядерная катастрофа ну там не третье мировая ну допустим там боеголовки повзрывали там все заражено плохо воздух хреновый он встречает от этого уборщика говорит что он там потерял память и мол что там случилось там уборщик рассказывает что случилось что кеннеди то почти что всю армию там сша отозвал из вьетнама там осталось ухо это людей и он хотел предотвратить вообще в стране внутри страны расовые бунты ночью-то получилось наоборот но человек как этого канале катавасе все пошло поехало все плохо вообще закончилось тем что там все пошло россия развалилась почему-то она россия называлась хотя она не россия ссср на стиле развалилась но это не россия там значит что-то там с китаем везде плохо и везде идут землетрясения чуть ли там дай вот этот человек который вот этот с карточкой желтый он ему говорит что все твои вообще вот эти все шаги они буквально перечеркивают всю вселенную то есть не просто там что-то в твоем мире не очень будет а просто пизда всему вообще всему всему просто большой взрыв обратно обратно схлопнется из-за того что кеннеди остался жив из-за того что во вьетнаме не было той войны вот к чему мы приходим каким и замечательным выводом мы приходим оказывается нужно было что он американцы там участвовали косили народ пачками для того чтобы вот мы вселенная не схлопнулась вот всем кинг все объяснил спасибо тебе дорогой мы имеем роман очень длинный который ведет нас вот к таким выводом но в конце конечно наш герой находится в усиди старую и с ней танцует и она им говорит ах я наверно тебя видела где-то и он и говорит что в другой жизни милая ля 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 и они танцуют вот это мне напомнило произведение которое тоже не дочитала его читала моя мама мне рассказывала это вино из-за дувальчик фрей бредбри там тоже была любовь между поколениями души но души любит друг друга и вот как бы у них среди там коннект хороший и несмотря на то что она старуха он все но понимаешь что любовь морковь и все и они встречались они родственные души начало романа было весьма интригующим две главы мне очень было интересно что это за человек с желтой карточкой почему эта карточка стала оранжевая потом она стала черная потом он умер мне было интересно герою это было вообще не интересно после того как он увидел труп этого человека он на 600 страниц про него просто забыли во вторых герои он весьма но не инфантил но он очень инертный то есть зачем он выполняет эту миссию по спасению кеннеди не то чтобы он прям очень хотел его спасать потому что ему просто сказал об этом л и он делает то что ему сказали то есть вот он такой инертный ему не хочется принимать какие-то свои решения брать какую-то ответственность и даже когда он понимает наверное не знаю понимал ли он беря сэйди вот они вместе поехали туда на это дело что он еще чем это все может обернуться он все равно едет по накатанной клее периодически он даже рассуждал на тему вот это вот надо ему это ли не надо это хорошо прижился в прошлом так ему там нравилось постановки пьесе все в школе любили и любовь у него вот этой женщины возникла все равно вот у него была какая-то тема ему сказал какой-то мужик которым плохо знала его он вообще плохо знал что надо это сделать потому что будет хорошо и он как я вот читал этот роман да надо закончить мы же вместе его читаем на дышке пищи не сказать хотя мне было вообще насрать просто же неинтересно так этому мужику ему ну мне кажется вы вообще параллельно просто для этого президента но вот потому что в миссии у него есть он кому-то там сказал что он это сделает он это заделал потому что вот он уже прослушивала бы сделал кучу дел да уже вложился в это дело поэтому он это доделал какая-то у него была ли у него отдельная какая-то не знаю мотивация она не прописана то есть внутренние вот эти переживания герой не прописан ящик создала впечатление что это человек который вообще в депрессивном каком состоянии находился потому что у него муж какие-то проблемы шелом были вообще не знал что в жизни делать но тут пришел и и такой давай пиздует эту нору хотя вот представьте себе это же какой прорыв в науке там это даже представить тоже что-то портал в прошлом даже вообще не задумывается об этом не задумывается а когда он возвращается это тот мир из которого он выходил или это другой а каждый раз он туда приходит это тот ли мир в прошлом или это другой мир об этом он вообще не думать то есть нету каких-то теорий мультив вселенных или каких-то фантастических вещей которые меня бы больше интересовали да я понимаю что стилен кинг он не не фантаст не на он научный фантастику никогда не писал выключи картошку слей а выкручь картошку слей добавим на маслица и порталки еще молочко добавь и соли в конечном итоге он пишет роман о ностальгии о любви а я не знаю чем там пытался это все написать мне такое вообще чувство что он как будто вот на рис южность какая-то героя была как будто он сам себя вот на месте этого героя представляла что ну так охота вот так вот жить прекрасно в прошлом с к так женщина была чтобы кто-то там восхищаться его постановку чтобы спокойно вот это житуха была и для меня вот это все не сработало потому что во первых я не ждала вот этого романа про какую-то драму про семейность про любовь и во вторых кинг он не такой романист это не его стезя писать про любовь у него это плохо получается у него все линии какие-то связаны с какими-то чувствами они все плюс-минус одинаковые не особо правдоподобные а здесь эта линия она не только есть в романе она является основной линии романа и ты вот эту неправдоподобность а порой вообще пафосность читаешь целую книгу и только в самом конце бубу насчет что-то там фантастики и этой норы хотя это было самое интересное вообще составляющие вот этого произведения я думаю что есть выбирал бы между научной фантастикой любовные прозы лучше бы он выбрал научную фантастику даун там не силен но все-таки мистика которым там писал периодически даже писал что около фантастические рассказы хорошие она бы у него вышла лучше и вообще это могло бы быть хорошей повестью или рассказом как долги джонт который просто великолепный для меня рассказ который много раз перечитывал мне очень нравился такой фантастический а здесь это было мучение послесловие говорится что ким говорю что он хотел это написать 1970 каком-то году но отложил эту идею долги я думаю что уже вон тогда это написал потому что в то время у него еще как-то все получалось получше до аварии и еще сложилось впечатление что как будто бы он писал это и него поджимали сроки ему надо было дописывать поэтому вот вот последняя прям часть она прям на кибись особенно с этим человеком который типа охраняют эту нору потому что но это было очень глупо очень нелогично это же не почта россии даже почта россии лучше работает на много чем вот эти люди которые должны охранять такую серьезную вещь как эти норы и если вы читали в автобиографии а я читала как писать книги называется это кстати единственно верно вещь очень интересно написано им после аварии обязательно прочитайте если вот вы не не читали не брали то что это своеобразный нонфик вот там как раз рассказывает что вот он иногда так писал или пишет сейчас до сих пор те романы когда ему приходит какая-то классная идея он ее пишет пишет потом у него и пропадает вдохновение но сроки это горят ему надо дописывать и он дописывает как дописывается он рассказывал это на примере противостояние и вот до-то половины романа было просто супер не оторваться а вторая половина это просто другой человек писал это слов не было и я даже слушал этого в нас это в начитке будакова поэтому дослушал этот кирпич это мне был я думаю что это были вообще было здесь вот тоже самое так что мы с кингом надолго расстаемся может быть вообще навсегда потому что я не знаю что у него еще читать на что лучшие вещи я уже прочитал на этом все обязательно не забудьте подписываться на телеграм и на мой канал потому что сейчас мы начинаем там с ребятами читать мельмодский танец думаю тоже будет интересно ну а я всех целую до новых встреч пока